Сегодняшняя наша тема посвящена воде, стихии воды, а именно хочу рассказать вам о изменении линейки вибрационных насосов. В серии Акватика у нас 6 вибрационных насосов, различаются они по мощности от 200 до 390 Вт, второе это по напору от 40 до 80 метров, третье это по способу забора воды, есть нижнего и верхнего забора воды и по производительности от 960 до 1540 литров в час воды. Давайте рассмотрим что входит в комплектацию, стандартную комплектацию к насосам, ну помимо того что непосредственно это сам насос, в комплект входит обязательно упаковка, внутри также находится инструкция за гарантийным талоном, подвес для подвешивания насоса и хомут зажимной для подключения шлангов. Для 390 в комплекте еще идет штуцер, штуцер елочка для подключения насоса. Длина кабеля всех насосов в этой линейке составляет 10 метров. Также хотелось бы отметить что расстояние от дна до заборного отверстия, без разницы нижний, верхний, должно составлять не менее полметра. Хотелось бы отметить также, что внутренний диаметр подключаемых шлангов должен быть не менее 19 мм. Почему это необходимо? Дело в том, что с уменьшением диаметра резко падает производительность насоса. Компания Quattroaliment это клиентоориентированная компания. Поэтому мы подумали о своих покупателях и для работы с насосами выпустили огромное количество запутывающих товаров. Например, это несколько линеек садовых насосов. Кстати, в видеообзорах вы можете посмотреть у нас на канале. Также это различные коннекторы, муфты, пистолеты для полива, которые условно можно разделить на три типа по виду используемых материалов в производстве. Первый это коннекторы из простого ABS пластика. В принципе, недорогое решение, практичное решение. Второе это изделия из ABS пластика с проезиненным покрытием. Очень удобно в том плане, что если у вас намокли руки, вас просто эти изделия не будут выскакивать из рук. И третье это из латуни долговечные, подверженные деформации и коррозии. Спасибо за внимание. С вами был Сус Фадрик, компания Quattroaliment.